Коллеги, доброе утро. Начинаем пресс-конференцию. Четная пресс-конференция Анастасии Бондаренко, советника Министерства социальной политики по вопросам временно перемещенных лиц в этой сфере области. Должность региональных советников Министерства политики и политики по вопросам временно перемещенных лиц появилась в сентябре 2015 года. Проект советники реализуется при поддержке организации Stabilization of World Services и общественной организации Крымсоц. Его цель наладить взаимоотношения между переселенцами, волонтеровскими и международными организациями, органами государственной власти и министерствами. Доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, стоит начать с каких-то хороших новостей. В принципе, вот как сказала Евгений, проект длится с сентября месяца. На данный момент мы уже видим какие-то весомые результаты, хотя, конечно, еще есть над чем работать. Очень много предстоит сделать, но пока из таких явных позитивных результатов, во-первых, налажена связь лучше между областями. Вот эта вот система, что в каждой области есть советник, к которому можно обратиться, то есть я могу обратиться к советнику и в Одесской области, и в Запорожской области, и в Луганской области на подконтрольной территории. Это очень большой плюс, потому что, как показала практика нашей работы, когда к тебе обращается человек, у которого, может быть, есть какие-то, например, утраченные документы на территории другой области, ты можешь быстро позвонить человеку и сказать, вот, человек лежал в больнице там-то или находился, временно проживал там-то, возможно, потерял документы там-то. Очень быстро человек реагирует, и гораздо быстрее получаются там документы какие-то восстановить, какие-то связи наладить, которых раньше не было. Насколько я понимаю, в системе Министерства социальной политики, ну, за счет того, что это министерство, это очень большая система тяжеловесная, такой быстрой связи не происходит, а система советников позволяет, ну, ускорить все такие процессы. К сожалению, на данный момент у нас очень большая проблема с, если вы знаете, законом-проектом 2166, который мы все очень-очень ждали, но его президент вернул в самый последний день с замечаниями. Это нашу работу очень стопорит, очень усложняет. Все переселенцы ждали этого, все волонтеры ждали этого, международные организации следят за этим процессом. Хотелось бы уверить, что, может быть, они как-то могут стимулировать ускорение принятия этого законопроекта. Это реально нужная вещь. А так, в принципе, ну, наша работа сейчас идет достаточно активно и хорошо. Из положительных моментов у нас сейчас за время, с прошлой моей бесконференции, очень наладилась связь с государственной миграционной службой. Как мы все знаем, что если человек теряет документы, если, не дай бог, этот человек из зоны АТО, а еще хуже он из Крыма, связь с теми регионами потеряна, информацию чаще всего никакую не предоставляют, и получить какие-то копии документов оттуда практически невозможно. И, в принципе, система восстановления документов не была рассчитана на ту ситуацию, которая сейчас у нас сложилась в стране, то есть на какие-то активные боевые действия, на разрушенные админздания, в которых теряются архивы. У нас не было, к сожалению, электронной базы. И процесс восстановления документов и был, и остается, но сейчас немножко улучшился. Это достаточно сложно для людей, которые прибыли и из зоны АТО, и, в принципе, даже для местных граждан. Но если для местных граждан это не такая острая проблема, то для людей, которые прибыли из зоны АТО, это проблема первостепенная, поскольку без документов объяснить причины своего местонахождения на данной территории, получить какие-то социальные выплаты, оформить себе справку переселенцев, все это невозможно. У нас была встреча в миграционной службе, и вот уже я знаю, сегодня поступила информация, что завтра будет большая встреча с представителями всех организаций, которые оказывают юридическую помощь, юридическое сопровождение для переселенцев, с представителями международных организаций, которые мониторят ситуацию с соблюдением прав внутренне перемещенных лиц. У нас будет большая встреча в государственной миграционной службе Харьковской области. Мы надеемся, что после этой встречи наше взаимодействие будет еще более плодотворным, и мы сможем решать вопросы восстановления документов еще более эффективно. То есть хотя бы эту проблему мы как-то уже начнем разрешать. Остаются у нас достаточно сложные проблемы, отношения вообще в принципе достаточно сложные с отдаленными районами управления соцзащитой. Туда очень плохо доходит информация. Все мы знаем, как тяжело добираться в районы, особенно по зиме. И бывает такое, что в Харькове и в Харьковском районе уже все хорошо, все все знают, получили информацию и в соответствии с ней работают. А в районах области, к сожалению, туда информация доходит хорошо, если через месяц-полтора иногда она уже успевает устаревать. Потому что законодательство у нас постоянно меняется, изменяются какие-то требования законодательства. Люди звонят, жалуются на управление, потому что там еще не в курсе о том, что что-то поменялось. То есть скорость работы там, конечно, еще пока оставляет желать лучшего. Что из таких положительных моментов еще хотелось бы отметить сейчас в Харьковской области постепенно, не в тех объемах, которых хотелось бы, но все равно это позитивный момент, начинается реконструкция жилья, в которой могут быть поселены внутренне перемещенные лица. Как мы все знаем, жилищная проблема является самой острой. Это у нас две главных проблемы – восстановление документов и размещение людей. Вот буквально перед самым началом мне звонила женщина-переселенка, сказала, что ее выгнали из квартиры, в которой она проживала, спрашивала, где бы ей теперь можно остановиться хотя бы на некоторое время, пока она не найдет себе нового жилья. То есть вопрос жилья очень остро стоит, но сейчас вот мы начали постепенно с помощью международных организаций, немецких, в частности, доноров, постепенно реконструируют. У нас есть общежитие, бывшая гостиница и детская, юношеская, бывшая спортивная школа, в которых будет произведен ремонт, и потом туда заселится около, может быть заселено около 50 семей внутренне перемещенных лиц. Это, разумеется, капля в море, но это хоть для кого-то, для тех людей, которые остро нуждаются в улучшении своих жилищных условий, это хоть какая-то, но помощь. Очень бы хотелось надеяться, что эта программа будет продолжаться, что, может быть, случится чудо, и наше государство как-то изыщет какие-то, может быть, возможности для того, чтобы произвести реконструкцию очень многих пустующих зданий. Все мы знаем, что очень много заброшенных зданий находится в районах Харьковской области, очень много жилых зданий, пригодных для жилья, скажем так, находится в деревнях, но пока они все не приведены в должный порядок, так, чтобы там смогли жить люди. К сожалению, у нас пока нету, все организации говорят о том, что необходимо создать какой-то реестр, среди единую базу такого жилья, для того, чтобы люди, которые нуждаются в поселении, могли воспользоваться этой базой, ехать, смотреть это жилье и, возможно, туда поселяться. Вот это основные такие, скажем так, наши вопросы. Да, пожалуйста. А если сейчас есть так, раз визвести, можно немножко подробнее по жилью, то есть где эти объекты, которые вы сказали, в каком они сейчас состоянии, какие конкретные организации обещают помощь, в каких объемах, может быть? Вы знаете, за жильем обращается каждый третий переселенец, то есть это очень острая проблема, сейчас у нас очень сильно, мы всем знаем, растет курс доллара, поднимают всем цены, выросли сейчас коммунальные, всем опять подняли цены, поэтому даже те люди, которые сейчас еще находят какие-то средства для того, чтобы арендовать жилье, они все равно интересуются возможным каким-то социальным жильем, то есть хотя бы не за такие деньги, за которые они сейчас арендуют, потому что это с каждым месяцем становится все более труднодоступно, аренда жилья. Значит, объекты находятся, вообще всего планируется к реконструкции 16 объектов по Харьковской области, из тех, которые вот сейчас подготовлены к реконструкции, это два объекта в Мерефе и один объект в Балаклее. Там, по-моему, Балаклея – это детско-юношеская спортивная школа, и реконструируется бывшая гостиница и бывшее общежитие, часть общежития. Это все проходит за спонсорские деньги при помощи немецкой организации ГИЗ. Они, как, наверное, вы знаете, участвовали в строительстве нашего модульного городка, и сейчас вот они вкладываются в то, чтобы реконструировать вот эти вот здания. Сейчас это все на стадии ремонта, то есть туда заселиться в ближайшее время вряд ли смогут люди, но хотя бы есть хоть какая-то перспектива. К сожалению, про цифры знает у нас только обл. администрация, потому что они занимаются этим вопросом. А сроки, вы же понимаете, в нашей стране сроки – это такое понятие очень растяжимое. Хотелось бы верить, что, может быть, к середине, скорее к концу весны, может быть, какая-то часть объектов, может быть, несколько комнат будут уже готовы, но это, скажем так, идеальная ситуация, когда будет постоянно хорошо, быстро идти строительство, не будет никаких возникать вопросов, то тогда вот где-нибудь к маю, ко второй половине, возможно, часть помещений будет уже пригодна для проживания. Дмитрий Овсян, я на романтию, Анастасия. У меня вопрос в развитии темы. Вот ремонт и реконструкция. Принимают ли переселенцы участие в ремонтных работах? Нет, нет. Это принципиальная позиция или это… Вы знаете, я, честно говоря, не знаю случаев, когда им кто-то предлагал. То есть есть случаи, вот у нас организация «Пролеска», да, Евгений Каплин, вы, наверное, знаете, а он пошел по другому пути, он искал дома, которые не в очень хорошем состоянии, где-нибудь далеко, по удалению от Харькова, и там, разумеется, какие-то строительные работы производятся силами тех людей, которые въехали в этот дом. А когда это идет плановый ремонт от организации, разумеется, там переселенцы не участвуют, но я, честно говоря, сомневаюсь, что им вообще кто-то предлагал принять какое-то участие в этом ремонте. Это решение сразу двух вопросов. И трудовая занятость, и для себя. Да, да, такие… Это правильно, но такие варианты, к сожалению, почему-то даже международные организации, которые собирались спонсировать какие-то реконструкции, не рассматривали. Я не знаю, по каким причинам, но вот не рассматривали. То есть да, это замечательная идея, все об этом говорили, дайте людям возможность и работать, и строить собственное жилье. Но, к сожалению, пока почему-то такой вариант не использовали. Спасибо. А на сайте еще раз. Виктория Вашкевич, я как-то не знаю. Сколько официально вообще для Северсии на начало года, на Кабинске, на Кабинске, как они могут обратиться к вам, на членам, как связь? На начало года я вам сейчас уже не скажу информацию, я могу сказать, что цифра выросла, это точно. Потому что по последним данным МЧС, который у нас занимается, в общем-то ведет статистику официально зарегистрированных переселенцев, у нас по Харьковской области сейчас 203 тысячи с небольшим. Но это нереальная цифра. То есть все мы прекрасно знаем, что реальная цифра очень сильно отличается. И тенденция такая, что из-за тех вопросов, которые возникали и с жильем, и иногда там с работой у людей, и вот это перемирие, которое у нас было, что люди возвращаются туда. То есть если сначала была тенденция того, что у нас реальная цифра меньше, чем есть на самом деле, то сейчас у нас реальная цифра, реальная цифра, пардон, наоборот, сейчас реальная цифра меньше, чем было, чем есть в официальной статистике. Меньше, чем 200, конечно. А раньше было наоборот, реальная статистика не отражала того количества людей, потому что кто-то еще думал, ну зачем мне регистрироваться, но я еще потерплю. Вы знаете, реально я думаю, что это около 100 тысяч. Плюс у нас есть еще, все знают такое понятие, как пенсионные туристы, да, то есть люди, которые здесь появляются и возвращаются домой. Ну, с учетом, скажем так, достаточно сложных вопросов с жильем и постоянно растущих цен, ну, я знаю, что есть в Харькове настроение, что вот надо этих людей лишать пенсии, надо им ничего не выплачивать, надо за этим следить и очень строго наказывать. Ну, честно говоря, это какая-то очень странная позиция, люди не виноваты, им не создали условия, при которых они бы могли остаться, к сожалению. Вот, работа ведется, но она как, ну, вот капля в море для того, чтобы реально люди могли не ездить туда, где у них есть хоть какая-то возможность жить. Тем более по трудоустройству, ну, сейчас ситуация лучше с возможностью, но не с финансовой возможностью. То есть есть вакансии, есть вакансии центра занятости. Центр занятости у нас очень хорошо сотрудничает и с волонтерскими организациями, проводит ярмарки в вакансии, то есть они стараются со своей стороны сделать все, что можно. Но у очень много людей осталась эта тенденция такая странная, не хотят увольняться там. То есть они говорят, ну вот, может быть, сейчас оно чуть-чуть наладится, а там у меня была такая замечательная работа, зачем я буду оттуда увольняться, я вернусь назад на свою прекрасную работу. Некоторые люди, которые уже там здесь находятся более года, те уже как-то более реально к этому относятся, те увольняются, кто-то стоит на учете в центре занятости, кто-то сейчас даже по многим программам люди прошли и восстановили свой бизнес, и открыли заново ЧП, то есть развиваются как-то уже. В принципе работа есть, но работа не отвечает, конечно, финансовым запросам людей, потому что все мы знаем, что в Донецкой и в Луганской области зарплаты были больше, чем в Харьковской области, и людям очень трудно согласиться работать там на 2-2,5 тысячи гривен, если до этого у них там было 6-7. Как-то так с работой, но процессы ведется, хотя бы центры занятости стараются и предлагают людям работу, то есть если у человека есть цель найти работу, он ее не найдет. Другой вопрос, на какую сумму. — У вас есть вопрос на агенте Кершей. У вас ведется какой-то учет у президента, откуда вы приехали? Крым? — Да, конечно, конечно. — Больше интересует то, что проекта — это даст к агенту информационную в президенте из Крыма. — Вы знаете, крымчан немного в Харькове. Как показывает статистика, крымчане ехали в Харьковскую область, только если у них есть родственники здесь. То есть если есть уже какие-то родственные связи. Если родственных связей нет, то в основном это Киев и Львов. Вот люди старались уехать туда подальше, в центральную Украину и на западную Украину. Вот здесь, в принципе, есть люди, переселенцы из Крыма, но это либо у человека там родственники, либо замуж вышла, женился сюда, в Харьков. То есть это если уже есть какие-то завязки. На пустое место очень мало людей приехало именно из Крыма. У крымчан, кстати, очень много проблем, потому что у нас... — Они обращаются? — Они обращаются ко мне, и у них очень много проблем, в том числе и с миграционной службой было. Но я думаю, что сейчас мы как-то этот вопрос разрешим. — По юридическим? — По юридическим вопросам, потому что если документы вы получали в Крыму, очень трудно. Там же вообще никакой информации. То есть если с территории Луганской и Донецкой области хоть где-то что-то, где-то кто-то переехал, а какая-то информация успели сохранить, то с Крымом полностью обрезано вообще все наглухо. И оттуда получить информацию невозможно в принципе. Поэтому людям, если у них, например, утрачены документы, восстановить очень тяжело. Пенсионные дела достаточно тяжело восстанавливаются. Пенсионный фонд даже поначалу заявлял такие вещи, там, привезите нам бумажное дело, пожалуйста, из Крыма. Разумеется, его никто не отдаст. А люди, которые выехали по политическим каким-то соображениям, они туда просто не могут поехать назад в Крым для того, чтобы взять там свое пенсионное дело. — В смысле глобально? — Вы знаете, наверное, к сожалению, нет такого вопроса, которым Харьковская область отличилась бы от других областей в решении такого вопроса. Вот взяли и решили. Есть некоторые хорошие инициативы, но я не могу сказать, что это именно достижения Харьковской области. У нас по Харьковской области, но это скорее заслуга волонтерских центров, очень активно развиваются программы по переквалификации, по возможному восстановлению своего бизнеса. Вот очень много программ, которых я знаю, именно на это направлено. Я знаю от советников в других областях, что чем дальше от линии разграничения и линии фронта, то есть чем дальше от первой и второй зоны, тем меньше таких программ, тем труднее людям обустраиваться с работы, тем труднее восстанавливать бизнес, получать какую-то помощь в этом направлении. В Харьковской области это очень активно развивается, и я знаю людей, которые сейчас уже в принципе имеют положительные примеры восстановления своего бизнеса, либо начала его с нуля. У нас есть парикмахерские, у нас есть прекрасные продуктовые инициативы, когда люди и делают, и пельмени производят, и консервацию делают. То есть есть много хороших уже примеров, когда люди встали здесь на ноги. Вот этот момент, да, однозначно, в Харьковской области, он приятно хорош. Пожалуйста, еще вопрос. Продолжение того, о чем вы сказали, насчет пенсии и отношения к людям, что надо наказать и так далее. Ну есть, к сожалению, такая, да. Вы вообще фиксируете какие-то случаи, есть ли какое взаимоотношение возникает между временно перемещенными лицами и Кокорчанами? Что вы там делаете? Разные. Люди везде разные. То есть харьковчане разные. Внутренне перемещенные лица разные. Есть абсолютно позитивные примеры. Все мы знаем прекрасно, как харьковчане несли помощь. И продукты, и вещи, и игрушки. И сейчас продолжается помощь в волонтерские организации. Вот у нас сейчас понятно, что новогодние утренники, нужно утренники какие-то проводить, нужно где-то брать детям подарки. Народ пошел, понес там, на призы в волонтерах отзываются, очень хорошо идут и помогают всячески. Есть, конечно, негативные какие-то взаимодействия, но это не системная проблема. То есть нельзя сказать, что у нас в Харьковской области очень плохо относятся к переселенцам, как-то их очень сильно... Ну, такая проблема в Харьковской области тоже, к сожалению, присутствует. Ну, с этим ничего нельзя сделать, это делается все постепенно, понимаете. Только на положительных примерах мы можем показать, что это люди, которым тоже можно, нужно сдавать жилье. Это такие же граждане Украины, они точно так же могут... Точно так же харьковчане могут не заплатить, понимаете, съехав с квартиры. Точно так же там харьковчане, студенты приехали, сняли однокомнатную квартиру, пять человек, отметили день студента, разбили там половину мебели. Поэтому говорить о том, что вот переселенцы плохие, мы им не сдадим, это предубеждение, с которым стоит работать. Оно имеет место, к сожалению, в Харьковской области. Но сейчас меньше стало у меня таких обращений, когда люди говорят, вот нам не сдали, потому что увидели прописку Донецкую, Луганскую. Может быть, за счет того, что еще Харьков у нас, понимаете, он же у нас всегда транзитным городом был, здесь все время, здесь студенты приезжают из разных областей, здесь вот наш рынок Барабашова, на котором всегда останавливаются какие-то люди, которые приезжают со всей Украины. Поэтому, возможно, в Харькове было чуть-чуть легче, и люди быстрее адаптируются, они понимают, они посмотрели, а, нет, ну все нормально, ничего не происходит, хорошие люди можно сдавать. Сказали своим соседям. И так вот по цепочке постепенно вот это вот негативное отношение, да, вот этот вот пример, что нет, нельзя сдавать переселенцам, он не то, что совсем сошел на нет, но чуть-чуть стало полегче с этим вопросом за последнее время. Да, я забыла сказать тем, кто спрашивал, как связаться со мной, у меня два раза в неделю прием в «Газпроме», это третий подъезд, первый этаж, комната 19, в понедельник и в пятницу с девяти до трех. Вот, и в принципе, а, да, и телефон 095-463-3060, в любое время мне можно звонить, у меня бывало случаи, что и в 10 часов вечера люди звонят. «Газпром», третий подъезд, первый этаж, комната 19, в понедельник и пятница с девяти до пятнадцати. В остальные дни можно по телефону. один из других. Продолжение следует...